всем привет мои дорогие котята с вами Мурка Дикая Кошка и мне наконец немножко легче поэтому я сегодня проведу небольшой урок мы в программе paint to sew саи 2.0 и вы как вы знаете я периодически рисую выкладываю рисунки в сообщество но сейчас мне задали вопрос задала вопрос одна из моих подруг подписчиц канала как делать линии я сейчас покажу буквально на зайцев только потому что во-первых это все просто это все понятно моя версия саи она с кряком она с русификатором то есть есть две версии английская русская в принципе там ничего сложного нету и она без триала как многие заметили в этой версии от силы нет блюра но блюр можно создать очень легко из акварельной кисти если захотите я вам потом покажу как это делать и собственно говоря мы начинаем сам урок и так первое что я создаю это создаю нормальный слой нормальный слой я создаю для того чтобы впоследствии на нем уже начинает раскрашивать мне удобен этот слой тем что я не отвлекают допустим на фон и на что-то еще но сейчас меня немножко поправят те кто рисует достаточно долго в этой программе что вот можно прямо так рисовать ничего подобного ребят каждому удобно как ему удобно что я делаю я создаю сначала нормальный слой этот слой будет служить основой от раскрашивания вы не подумайте его не просто так создаю вы знаете там некоторые рисуют блин вот я смотрел у например и луники она тут на громоздела слоев ну я понимаю смотрится более эффектно более красиво более детально прорисовка я же останавливаюсь на простом рисовании в любительском стиле поэтому нет и создаю так называемый векторный слой для чего нам нужен векторный слой ребят для того чтобы мы с вами обвели все детали которые мы впоследствии раз украсим и чтобы наши наше творчество не превратилась во что-то вот такое то есть выходя за линию я его назову а вот здесь есть разные разные кисти принадлежности но нас интересуют конкретно линии я в основном пользуюсь линии кривой выбираю ее размер жесткость у меня стоит всегда на на квадрате потому что я использую предмет давления для того чтобы линия была более четкой ну то бишь где-то сглажены покажу я сейчас наверное это все дело на руке нет давайте я на мордочке нашей фурии покажу вот здесь вот есть линия ну или носик можно сделать я линию скорее сделаю или волосы давайте лучше на волосах давайте лучше на волосах я беру кисть где-то шестого размера выбирают цвет давайте это будет пурпурно-красный и начинаю делать вы сами видите что край у меня окончательно не ровный да и собственно говоря это выглядит ну немножко несуразно некрасиво да что я делаю во первых я беру давление мы сразу видим точки соприкосновения где у кого чего вот я вижу я беру правку я немножко задвигаю вот сюда потому что но можно в любую сторону он ее так можно закрутить и не париться беру правку поправляю сначала линию где линия в принципе должна быть отклоняю немножко здесь и делаю эффект давление то бишь убираю наш край так как раз тупой мы его аккуратно убираем я делаю это нажатием левой кнопки мыши и движение мы сами видите что край становится более аккуратный подвожу еще чуть-чуть вот здесь и это выглядит уже более симпатично что симпатично что ли и делаю также здесь и вот здесь также я делаю немножко на концах чтобы это выглядело более симпатично и примерно вот такой вот эффект у нас получился с вами также я убираю вот здесь и немножечко вот здесь вот у нас получилось что-то примерно вот так чтоб точки нам не мешали мы это делаем вот так в принципе ребят можно взять допустим даже вот такую вот линию до вот так что я сейчас делаю я сейчас посмотрите я делаю здесь и вот здесь чтобы закрепить линию я 2 2 раза щелкаю по кнопке полевая кнопка мыши для того чтобы линия сама закрепила и также эффектом давления я уменьшаю то есть получается аккуратная красивая линия без каких-то вот выпуклости особых ну вот здесь вот немножко может быть кривовато но факт остается факт и дальше уже когда я полностью обвожу нужными мне цветами почему говорю что нужными цветами некоторые просто делаю черным потом перед заливают я это ерундой не страдаю ребят я делаю все от и до своими цветами допустим у меня волосы красные там одежда зеленая там где-то фиолетово-зеленый крапинку что-то добавляю что-то оставляю и перехожу уже в обычный слой и начинаю просто вот разукрашивать сейчас я вам покажу значит чем хорош хорошо что я рисую не по векторному слою то бишь вот здесь мало ли какая ошибка я взяла ластик хоп все у меня аккуратно у меня нигде ничего не вылезает и все красиво вот такой вот урок ребят если понравилось ставим лайки пишем комментарии ну и до встречи в следующей серии всем пока пока